Новые возможности, большие перспективы. Сегодня Северный Казахстан посетил председатель правления фонда Самрук Казана Ахмеджан Есимов. От лица холдинга он заключил договор с Акиматом нашей области. Благодаря соглашению в регионе появится реабилитационный центр. В селах наладят инфраструктуру, интернет и сотовую связь. Кроме того, договоры подписали флагманы промышленности, ПЗТМ и завод имени Кирова. Подробности прямо сейчас. Много пустующих цехов и простаивающих площадей. А в советское время на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения работал каждый квадратный метр. Трудились 15 тысяч человек, сейчас только тысячи. Потенциал у завода большой, отметил Ахмеджан Есимов. Работать по максимуму поможет модернизация, которую начали в прошлом году, и крупные заказы. Последнее мы получим благодаря сотрудничеству с компаниями Самрук Казана. Сейчас изготавливают детали оборудования для нефтяной промышленности, добычи черного золота, ремонта и обслуживания скважин. Линейка продукции внушительная. И все это будут выпускать в Петропавловске. Будут загружены все цеха, все переделы нашего предприятия на ближайшие, грубо говоря, 6 месяцев. Это наши исконные изделия, которые самому ПЗТМ было разработано 15 лет назад. Мы эти изделия всегда выпускали. Но в свете всяких сложившихся ситуаций, последние полтора-два года мы немножко от этих изделий отошли. Благодаря поддержке Самрук Казана производство восстановят. Сейчас подписывают договоры с компаниями Oil Service Company и Казмуной Газ. Если в прошлом году мы поставляли продукцию нашим предприятиям на сумму 600 миллионов в тенге, то вот сейчас подписали это 2,5 миллиарда. То есть это объемы, это рабочие места, это занятость, это налоги и бюджет. И эта продукция нужна компаниям Самрук Казана, подытожил Ахмеджан Есимов. Сотрудничество выгодное всем. Главное, чтобы предприятия укладывались в сроки, а качество не вызывало нареканий. Тогда можно подумать и об увеличении портфеля заказов. Об этом председатель правления фонда Самрук Казана говорил и на встрече с кировчанами. Ахмеджана Есимова ознакомили с производством многослойных печатных плат. Они лежат в основе выпускаемой продукции, которые, кстати, заинтересовались национальной компанией. Военизированная железнодорожная охрана Казахстан-Симар-Жоле. С ними кировчане заключили три договора на поставку релейных шкафов. Они нужны для размещения приборов, охранной сигнализации, обслуживания радиоустройств. Портфель заказов превысил 6 миллиардов тенге. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. По словам Ахмеджана Есимова, руководство холдинга заинтересовано в поддержке отечественных производителей. Проекты по импортозамещению будут поддерживать. От сухих завтраков и макарон до мыла и пластмассы «Тоу Радуга» – один из лучших примеров того, что товары народного потребления можно и нужно выпускать самим. Все, что в экономике простых вещей, производится здесь, на этом предприятии. Только вот этот цех один в год производит продукцию на 3 миллиарда тенге. Вот здесь он. Только вторичный полимер. А сейчас готовятся запустить производство бумаги. Уже выбрали место для цеха. Направление выгодное и перспективное. Рынок Казахстана закрыт на 60% по бумаге. Остальное все равно все заводится. Так как мы находимся на севере, крупнейшая фабрика, это Карина, находится в Алма-Ате. Макулатура отсюда едет сперва в Алма-Ату, потом готовая продукция приезжает сюда. Кроме обычной целлюлозы будут делать бумагу из вторсырья и даже соломы. Из одной тонны льняной можно получить 500 килограммов целлюлозы. Это и называется экономикой простых вещей. О ней говорили в здании областного Акимата. Три недели назад Кумар Аксакалов инициировал идею сотрудничества между североказахстанскими заводами и национальными компаниями. Теперь они будут развиваться сообща благодаря подписанным договорам на 8,5 миллиардов тенге. Это только начало той большой работы, которую мы можем организовать в перспективе. Руководители национальной компании убедились в потенциале наших заводов. Мы имеем большое направление по железной дороге. Связи наладили не только флагманы промышленности. Сотрудничество заключили и в социальной сфере. Будет открыт реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Сбудется мечта тысяч североказахстанских мам и пап. Также окажем содействие со спортивной инфраструктурой в отдаленных районах области. В рамках проекта «Медицинский поиск» будет обеспечена коллективная медицинская помощь жителей сел и поселков. По линии «Казахтелеком» это развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, «Казпочта» развитие электронной торговли, саморухознатранспроекты в социальной сфере. Эти и множество других пунктов соцподдержки отражены в договоре, который наша область заключила с фондом «Самрук Казана». Меморандум буквально в два места, но содержание огромное. Это не только загрузка наших заводов. Это большая работа в поддержке медицины, в развитии спорта, инфраструктуры. В Алихановском районе мы поставим 25 макс. Вы знаете, что многие селы у нас находятся без сотовой связи в Алихановском районе. Агири Мукашева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.